Компания Акватир выпустила в Днестр две тонны рыбы, белого амура и толстолобика. Зарыбление Акватир делает каждый год. Дело в том, что если в реке не будет травоядной рыбы, Днестр может превратиться в болото. И в нем вообще никто не будет водиться. Человек построил на Днестре плотины, возвел вдоль берегов дамбы, подчинил реку своим нуждам. И теперь сама река уже не может поддерживать жизнь и природный баланс, как это происходило на протяжении миллионов лет. Именно поэтому человеку приходится выпускать в реку рыбу, родина которой Дальний Восток. Поэтому по весне энергетики сбрасывают с плотин больше воды, чтобы появился шанс отнереститься у коренных местных обитателей Днестра. О речном стадии и попытках хоть как-то исправить положение дела на Днестре. Регина Васильчук. Знакомьтесь, рыбы-буренки, рыбы-водяные козы, рыбы-веганы. В сетях почти две тонны белого амура и толстолобика. Клички травоядных животных они получили из-за своих предпочтений в еде. Рыбы пасутся в водоемах в поисках водорослей и фитопланктона. Пока они росли, их кормили комбикормом и люцерной, прямо как буренок. Сейчас рыбу вылавливают из пруда, чтобы отвезти туда, где она нужнее. У нас тут еще одни рыболовы на помощь пришли. Собачка просто ходит хвостиком, беляет, а кот хитрый. Посмотрите на него. Уже пару килограммов, наверное, съела. Если усатый оценил, значит рыба точно хорошая, специалист подтверждает. Грамм 20-25, хороший размерчик. Чистенькая рыба. А как понимаете? Ну, по красу смотрю, как жамбер. Нету никаких пятен красных, нету никаких чешуя необъячейная. Проверяет рыбу главный рыбовод Акватиро. Частное предприятие закупило две тонны рыбы, чтобы просто выпустить в Нестор. Зачем? У нас находится здесь садковое хозяйство, где выращивается карп. Поэтому для него также нужны эти условия. И в дальнейшем, если этого не производить, то заморное явление как бы влияет и на рыбу, которая находится в воле, и на рыбу, которая находится в садкове. Замор – это гибель рыбы от нехватки кислорода. Видите, вот этот камыш – атину. С этого все и начинается. Летом из-за жары река зарастает еще сильнее. Водоросли образуют слой, который не пускает кислород в воду. Рыба гибнет. На помощь приходят наши вегетарианцы. Почему в реку выпускают именно белого амура и толстолобика? Это рыба-вегетарианец. Она питается растительностью. Вот, например, белый амур питается молодым камышом и тем самым очищает реку. Если в Днестре такой рыбы не будет, то всего через несколько лет Днестр может превратиться в болотистую речушку. Выглядеть это может примерно вот так. Это средний Днестр, где-то между Молдавским селом Наславчино, а север Молдовы и селом Грушка Каменского района. Эти фотографии сделал Сергей Филипенко, декан естественно-географического факультета Госуниверситета. Во время научного сплава по Днестру, но из-за чего сильная и быстрая река местами превратилась в заросшее озеро. То, что мы видим сегодня, к сожалению, это результат воздействия гидроэнергетики на Днестр. Основные воздействия гидроэнергетики свелись к тому, что существенно снизился поток воды Днестра. Это раз. Во-вторых, строительство новых плотин на Днестре способствовало тому, что вода стала более прозрачной. На самом деле это очень негативный фактор, который способствовал тому, что Днестр стал интенсивно зарастать высшей водной растительностью. На территории Молдовы выше Каменки. В такой степени, что даже невозможно проплыть на лодках по нему. Это Днестр в районе парома в Тирасполе. У берега вода прозрачная, но солнечные лучи до дна не доходят, потому что здесь глубоко. К тому же есть быстрое течение. А вот залив Егорлыка в Дубосарском районе. Разница налицо. Вода почти не колышется. Мелко. Свет проникает в воду и помогает растительности захватывать реку. Поэтому именно сюда и привезли наших рыб-буренок. Белый амур будет питаться камышом, а толстолобик – фитопланктоном. Но исправит ли это ситуацию, отвечает кандидат биологических наук, который уже несколько десятилетий изучает Днестр. Зарабление растительноядными азиатскими видами рыб, оно, конечно, помогает. Хотя он, конечно, по сравнению с тем, что масштабы абсолютно несравнимы. То есть эти рыбы могут съесть очень малое количество растений по сравнению с тем, сколько надо их съесть. Желательно была бы реконструкция ГЭС-1 для того, чтобы она использовала воду из верхних слоев, а не из нижних. Тогда она была бы и более теплая, и не такая прозрачная. Она была бы более естественной для данных широт. Украинская Новоднестровская ГЭС – явный фактор изменения экосистемы реки. А вот неявные – дамбы. Помните потоп прошлого года? Для нас плохо, для рыбы хорошо. Вода сумела пройти через дамбы вместе с рыбой, которая в нужный момент отложила икру на затопленную траву. Потом экологи и добровольцы возвращали уже подросшего малька назад в Нестор. В нормальных естественных условиях такое должно происходить каждый год и без вмешательства человека. Но мест для разлива и нереста почти не осталось, и рыбы в Несторе становится меньше. В Красной книге Молдовой 24 исчезающих вида рыбы, а может уже исчезнувших. Так рыбаки уже давно не видели в реке Осетровых. Для того, чтобы рыбе в Несторе было хорошо, необходимо много факторов. Например, нужен песок и гравий на дне. Камни, гравий, песок практически остановился этими плотинами. И нового не поступает. А песок и гравий играют очень важную роль в жизни реки. А именно на них сидят те бактерии, которые чистят воду. Песок и гравий, они служат субстратом для нереста многих видов рыб. Которых становится все меньше. Чтобы помочь Днестру жить своей естественной жизнью, скоро Дубосарская и Украинская гидроэлектростанции начнут весенний попуск. Плотины приоткроют, чтобы вода поднялась, и рыба, пусть и не вся, смогла найти место для нереста. Поможет Днестру и временный запрет на рыбалку, и зарыбление рыбами-вегетарианцами. Все это попытка сохранить реку живой как можно дольше. Чтобы вот таких фотографий было намного меньше, чем вот таких. Регина Васильчук, Игорь Мацута, Леонид Мастайки, Владимир Погоня. Отражение.